Всем привет! На днях мне принесли на ремонт представленный системный блок, при включении которого, спустя несколько секунд самотестирования BIOS, сообщается, что на одном из дисков подключенных к материнской плате имеются ошибки. Нажав F1 для продолжения, в текущем меню выбираю обычная загрузка Windows. Далее, как обычно, выполняется запуск операционной системы, но подождав так порядка 20 минут, я так и не дождался ее перехода в рабочий режим. В таком случае становится очевидным, что причина по всей видимости связана с накопителем. И чтобы в этом убедиться, я запустился со старенького загрузочного диска Parted Magic. Здесь имеются утилиты диск Health, открыв которую можем наблюдать, что SSD Intel красного цвета. Основной ошибкой этого накопителя является превышенное значение переназначенных секторов. Поэтому, на мой взгляд, лучшим решением будет его заменить. Согласовав такой вариант, меня попросили сохранить с него часть важной информации. Но все попытки открыть накопитель в Parted Magic оказались тщетными. Чтобы полностью не фокусироваться над данной задачей, я решил снять испорченный накопитель и заменить его на новенький SSD Samsung 870 EVO емкостью 250 гигабайт. После достаточно непродолжительной инсталляции на него операционной системы и драйверов, попробуем подключить старый диск к компьютеру с помощью переходника SATA на USB. Хочу заметить, что в текущем исполнении он подходит только для 2,5-дюймовых хардачей. В результате, кликнув по значку «Компьютер» на рабочем столе, в открывшемся окне неисправный накопитель так и не отобразился. А попытки перейти к управлению дисков приводили только к зависанию. Поэтому воспользоваться какими-либо программами из-под Windows для извлечения информации так и не удалось. Немного подумав, я решил, что возможным вариантом может быть использование последней версии Parted Magic. Но запустить ее на данном системнике с памятью DDR2 общим объемом 4 гигабайта мне так и не получилось, так как загрузка шла чрезвычайно долго. Поэтому ее я развернул на более-менее современном системнике. Причем в этой версии SSD-шку удалось открыть, только вот при копировании она достаточно часто отваливалась. Проведя так несколько заходов, информацию все-таки удалось сохранить. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.